привет шкодоводы с нами шкода октавия а7 пробег 195 тысяч поменяли тормозные колодки и у человека пропали тормоза выяснилось что это разная жидкость у него в утильном состоянии сейчас сделаем диагностику бачкой тут такая значит по ходу и пропуске и фиг опуске будем заниматься прокачка тормозов и потом одновременной замена но уже первый цикл мы сделали вася 22 почему-то полный цикл надо делать педаль уже стала жесткая сейчас до диагностируем уж и перед каждой такой работе уже делал правильную диагностику на ошибки потом вам никто ничего не предъявил если он так не делал наш вас специалист не специалист так продолжение та же машина васька работает долго давайте все сделаем китайским прибором топ-дон он работает быстро автопоиск и он что мне нравится он очень быстро и хорошо рассказывать про ошибки но он фиксирует только какие-то больших так у нас интересно нам то что ошибки были по папу папу руку по тормозной системе и пропуске зажигания что напишет нам китайцы так нажимаем быстрое тестирование топ-доном вася нас не устраивает потому что плохо рассказывает об ошибках электроника двигателя есть там тоже была система вот где две ошибки с обмитровой системы короче он показывает самое важное что у нас там датчикула поворот рулевой колонки это херня на самом чиповик вы поворот рулевой колонки шина данный путь не верю иначе короче по трава трава по тормозной системе все нормально это просто глюки работаем дальше подушки чего тебе тут если кто у нас уже давно все смотрит короче после замены тормозных накладок было замечено что жидкость темненько после проверки пальцем было замечено что нужно прийти приборы проверить прибором шкода 7 пробег 190 тысяч 95 возмуста что-то не было все троечка да и так он же не был вновь не вновь внутрь там посвяти внутрь смотри вы докуда я касаюсь с мне любопытно вот они все блин я такой пирать вижу это видел я вновь выставлял но показала один значит у тебя у тебя износ я не износ у тебя ногу набрал я полный капец тормозной жидкости поэтому цвет такой эргрека на руки взял ее она как не такая темно а потом теметь начала на руках это же не просто все даже пальцы метод показал что что-то не то так пальцев метод после проверки прибором было выяснилось что жидкость имеет максимальную обладненность каплю какая-то снимается его сняли на жидкость имеет бачке ярко темно-темно ярко выраженный темный цвет сейчас будем заниматься прокачкой человек удалить ухты так шприц купил в аптеке продается еще просто сейчас жидкость старого двух смотри она даже я тебе могу показать как она должна быть вот я тоже ты помню сливаю еще принесу то что я привез и вы увидите какая разница между 10 лет или как бы на 5 лет миг мадриете присутствует пятилетнюю жидкость которая реально была моей машине которая типа меня 5 лет назад до этого и вот который реально менялась пять лет назад разницу видите тебе официал или не меняли или куда залили вот это ваговская которая прошла примерно 30 или 40 тысяч грубость на самом деле вот разница вот вся разница видно же сразу разница короче получается пришли к выводу что официал и скорее всего не меняли тормозную жидкость и человек каталась на одной и той же разной жидкости много-много лет больше 10 или 10 лет 10 лет думаю что у него есть есть тормоза чем-то говорит это говорит о том что те специалисты были шарлатаны и вид о том что фолькфлаген делает колоссальный запас прочности своей жидкости это вам не китайское говно которого ролика сливать после 3000 километров здесь здесь есть 200 тысяч метров почти 10 лет и еще как-то тормозит очень хорошо пока мы не узнаю что это не тормозная жидкость уже может его пятилетка выглядит вот так еще раз как анализ мочи а то как анализ кала тормозная жидкость курильщика это уже фиг знает что там код курильщик осталось сейчас мы заливаем халявную тормозной жидкость оригинальную по максимуму лить ей будем прокачиваться потом итоге у нас той новой жидкости была вся система и через ваши диагноз то путем абракадабра будем прокачивать тормозную систему хотя она уже прокачена скорее всего но будем путем короче нету с темы такой замены тормозной жидкости есть прокачка но путем многократной прокачки мы меняем жидкость вот и вся фишка обновляем да мы обновляем путем прокачки через блока bs его же насосом ты по максимуму то это у я милый до уровень 1 пузырек видно фонарик на светишь я так понял надо вверх фонарик нет ну чат пофиг честно идем другим методом старым и методом короче снимаем перед оба переда сняты и сейчас откручиваем причем на 11 что откручиваем штуцер предварительно работа хорошо но ты знаешь они легко снялись но без такого усилия видите нам работу в дэшкой на всякий случай думали прикипела но не смертельно так шланчики были куплены это как называется правильно отбрызгалки от от автоваза на стеклоомыватель шланчики на стеклоомыватель десятки 14 десятка четырнки вот сейчас мы поставим поставим сливные емкости и если нас вася пустит дальше будем делать полный цикл если вася не пустит на сдачу будем делать только первый цикл первом цикле включается насос блока abs и сам прокачивает всю жидкость через себя выдавливает через шланчики по этим путем мы прокачиваем тормоза и обновляем жидкость посмотрим как все получится в реальности идет работа блок он насос abs проведена из-за неисправности так прервана что не не уходило но это прям так и когда полный буду альпаты посмотреть что там в этих бутылочек потекло нету это вышло еще раз два еще рассмотрим прокачка иначе будем так делать пока не прокачаем первую замывка да и так то с графически не доливает как и половина уйдет там посмотри чего сколько там ушло да так много я я я я напомню добавлял больше стало какого цвета она грязная короче давай метод эксперимента закрывай тот штуцер вот этот закрой да просто так не смертельно просто закрой его вишина с какого-то хрена нас не пускает дальше пишет ошибка бле закрыл да ну просто теперь все давай нажимаем сейчас должно у тебя левый край качать выходит но ты вообще открутить должен был ну вот ты капец ну и сильнее приоткрой просто так насос гонять тоже это не фонтан situation не пока это прокачал это сильнее открой давай-давай давай готово подожди тут у нас сбой системы сейчас ну почему нас дальше не пускают давай пошла жара значит на максимум открываешь чтобы нормально шло это сопротивление не было видишь я сейчас педальку задел тормоза и звук изменился педальку тормоза задел звук изменился соединяемся с машиной за зажигание включена выбираем блок электронной системы соединяется васька 22 у нас сейчас открыт перед тут выбираем прокачку тормозов нажимаем первый цикл давай нажимаем и смотрим нажимаем ходит идет работа локона насоса без проведена из-за неисправности так человек не паникует рос дот до 4 класс 6 немецкая зачем на немецкой головной когда есть российская держим складно главное что процесс пошел так у нас левое колесо за один раз до за один раз слилось ну там может грамм 80 а вот то колесо уже прошло больше вот уже сколько за три еще грязные два еще раз мы проверяем то что у нас вышло но у нас двоечка два с половиной вот и тройка так вот это сейчас так два следующие цель сливать туда обратно где было так то было из водительской стороны слева грубые тут справа какой результат это хуже смотри это прям беда бедетская все сейчас в общем уровне сливай посмотреть сейчас что там справа слева какой приток жидкости не ну пошла где больше где меньше я с ним пень чистый литр прогнали да на эту не насмерть просто прикрой а может может обиду вану это всяких случаях зачем или как ладно все давай то закрывай и качаем еще раз пас не раз перед прокачиваем потом зад качи все поехали так сейчас у нас дальше нас не пускает заново нажимаем сейчас тынь-тынь греха муха тормоза первый цикл поехали человек доливает ты че не доливаешь вообще бесстрашный чувак ну правильно двести тысяч на ней проехал что бояться на этом перед у нас закончил моргает ничего страшного и трюшку и то есть еще летушка тебе шум не залили тогда какие будет результаты будет я вот не знаю думаю двоечка будет точного но заметно чище стал да чувак даже одни ручка все это я тебя где-то это справа да все ништяк образец видно так несколько . уход тебе результат у тебя теперь стопудового тут одни ручка можем в итоге до нуля до качать но мне кажется 0 до 0 не получится у тебя система засрана но тут уже смотри вот и даже вот вот так вот у тебя сейчас как у новой машины смотри так качаем зад опять заморгали эти си шилдинги вышло по 50 грамм справа слева начинаем заново 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 главный нажать сброс прокачка тормозов выбираем первый пункт остальные пункты не работают поехали короче уже мы прокачали примерно около восьми раз снова даем отдохнуть человек там как уже 200 раз сказано подливают вдвоем проще но можно делать этому просто вывести бачку туда на капот что-то пахнет чем-то чем пахнет ничем не пахнет таким нормально что там сколько там посмотри сколько грамм так я не знаю только от культуру их практически до конца чтобы прям сочилась жилищ не сопротивлены фига нам последняя прокачка задом уже это кончается тормозов много нередко чтобы тут перельешь жди и и так я до середины потом лучше дольешь чем сейчас и перелишь потом как сануешь просто можно высосать все последнее нажимаем опять прокачка тормозов выбираем первый пункт прочитать все пошла прокачка идет там по сути мы сейчас обновили давление в тормозной системе из-за замены колодок педальчатого жесткой и обновили тормозную жидкость путем ее просто циркуляции через насос блока abs так тест задние пробы это пример откуда смотрим тоже полтора так это пассажирская мало тоже однерка до однерка я визит визитера однерка сколько выкатили в итоге объем здесь а вот объем 1 литр полный это литр до краски и ты тоже помнишь и здесь нет половина показать на просвет ладно да пальцем покажи короче вот здесь вот половина сколько объем 910 ну грубо полная клеток полтора полтора литра выкачали грязи в идеале 2 литра на 1 за в идеале 2 литра и вот теперь финал нашего смотрите во первых как выглядит замечательно и теперь проверяем что там смотри у тебя нулевка смотри вот и все теперь у тебя внизу однерка тут нулевка вот ишь как новое пока заработает отлично работают все лишь надо было так прокачать короче никакие формы там типа потом педали вернется так получается ну а забы ты катался пока педаль не вернется пока нового форме прочитала буду ты на глаза сточил на форум а там такие же таки не и на следующем месяце точно притрется ручник тоже держит бруй тормозит ну и все сейчас он перемешаем антифриз и посмотрим что по тормозам нас тут все плотно закрытым и все новое вся та чушь нет вся та чушь который пишется форму что после замены колодок потом вернется все это все это ерунда надо прокачивать тормоза реально и тогда все вернется станет лучше чем было все лайк подписка на сегодня и вам не филда и вы не пистолюка стилка и Субтитры сделал DimaTorzok